Его называют маленький Моцарт, юный финалист синей птицы Елисей Мысин. Приветствуем вас зрители, дорогие наши подписчики, с вами Сказочник и ваш канал Интересная Инфо. Сегодня мы хотим рассказать про юного талантливого 12-летнего пианиста Елисея Мысина. В возрасте 5 лет в 2016 году Елисей заявила себе на всю страну, участвуя в конкурсе «Синяя птица». Тогда талантливый мальчик поразил членов жюри и телезрителей великолепной игрой на фортепиано. Участие Елисея в этом конкурсе подарило ему уникальную возможность попасть в творческую школу «Новые имена». Телезрители, пораженные талантом ребенка, прозвали мальчика юным Моцартом. Ведь Елисей не только чудесно владел инструментом, но и, как оказалось, сам сочинял музыку. А ты не пробовал пока сочинять? Уже, ну, пьесу сочинял. Ты ее как-то назвал? Торнадо. Александра Пахмутова, познакомившись с юным талантом, заметила, что и сама начала сочинять музыку примерно в таком же возрасте. Александра Николаевна, послушав игру Елисея, выразила уверенность, что перед нами ребенок, который со временем станет выдающимся музыкантом. После выступлений на «Синей птице» Елисея приняли в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, где талантливый мальчик учится до сих пор. В 2017 году Елисей с семьей переехал жить из Ставрополя в Москву. Сегодня Елисею 12 лет. После «Синей птицы» мальчик успел сняться в кино. В фильме про Лелю и Миньку участвовал в «Голубом огоньке» 2020 года. А в 2021 году юный музыкант принимал участие в концерте, посвященном 95-летию нашего знаменитого композитора Александра Зацепина. Сегодня юный музыкант много выступает, расширяя и усложняя свой репертуар, параллельно обучаясь в Центральной музыкальной школе. На YouTube-канале Елисея Мысина регулярно появляются свежие видеозаписи его выступлений. Таким образом, мы имеем возможность наблюдать за творческим ростом нашего талантливого Моцарта. Ссылку на канал юного музыканта оставим в описании под этим видео. Там уже имеются произведения таких великих композиторов, как Моцарт. По признанию самого мальчика, именно Моцарт является его любимым композитором. Хочется поблагодарить родителей Елисея за воспитание такого талантливого музыканта. И, конечно же, его преподавателей, ну а самому Елисею, самого светлого в его музыкальном будущем. На этой позитивной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний материал. Всем хорошего настроения, берегите себя и своих близких. Если вам понравился материал, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на наш канал. Не прощаемся!